Добрый день, меня зовут Владимир Яцукевич, я буду рассказывать о дизайне игр. Я рад, что вы добрались до второй лекции. Сегодняшняя тема – главный дизайн-документ. Чтобы сделать действительно успешный продукт, его нужно, прежде всего, качественно задокументировать. Дизайн-документ мы называем нежной заботой о команде и о игре. Сначала мы поговорим о том, как развивалась документация в играх. Когда-то очень-очень давно, около 25 лет назад, вся документация игры представляла себе всего лишь описание сюжета и ничего более. Когда прошло 5 лет и появились большие издательства, документация игр усложнилась и стала она представлять из себя что-то вроде бизнес-проекта. Эта документация была нацелена на то, чтобы показать инвестору или издателю, о чем будет ваша игра, для кого она и сколько она будет стоить. По мере того, как следующие 5 лет издательства угасали и все больше появлялось самостоятельных компаний, которые выпускали только свои игры, документация преобразовалась в своеобразный технический алгоритм и описание всех технических моментов, которые нужны для того, чтобы создать игру. Но это было больше направлено для программистов. И вот спустя 25 лет на сегодняшний день документация игры представляет из себя подробную интересную инструкцию для всей команды, по которой можно создать ту игру, которую вы задумали. И вот сегодня мы поговорим о том, как нужно документировать вашу идею, чтобы она действительно была реализована и чтобы это было интересно делать и команде, и вам самим. Прежде чем вы займетесь документацией и описанием всех деталей игры, вы должны понимать, для чего делается этот документ, этот главный дизайн-документ. Любая документация в мире служит только двум целям. Первая цель – это хранение информации. И ясно, что в документе должно быть сохранено все то, что вы считаете важным. Вторая важная цель – документ нужен для того, чтобы в каком-то смысле общаться с вашей командой. Теперь давайте посмотрим, насколько каждая эта цель должна быть отражена в вашем документе. Ясно, что документ должен хранить в себе все детали о вашем проекте. Но насколько ваш документ будет информативен с точки зрения общения, зависит только то, можете ли вы общаться со своей командой или нет. Раньше, когда команды были распределенные, иногда программисты сидели в одной стране, художники были в другой стране, Эти документы были более детализированы и включали в себя больше эмоциональной информации, Которые передавали какие-то эмоциональные нюансы. И в них допускались выражения, которые показывали манеру, как будто дизайнер через документ общается с вами. И во всех деталях, эмоциональных красках пытается передать не только детали проекта, Но и эмоциональный смысл того, что он хочет от вас увидеть. Сейчас, когда команды сидят часто в одном помещении, Необходимость ввести документ так, чтобы он отображал эмоции и позволял в каком-то смысле общаться дизайнеру с командой, уже нет. Поэтому очень часто документ — это всего лишь хранение всех-всех-всех деталей информации о проекте. Но, к сожалению, с началом пандемии опять поменялась структура работы, и многие команды ушли на удаленную работу. И опять возникает необходимость включать в документ фрагменты более эмоциональные, Которые просто передают больше информации о смысле, о вашей задумке. Там может быть много слов. Чтобы вы научились как можно быстрее, качественно делать удобные документы, Вам нужно придерживаться следующей структуры в любом пункте. Первым идет заголовок. Короткий заголовок, который отражает суть названия этого объекта в игре. Дальше обязательно следует очень краткое в одно предложение описание, О чем пойдет речь в этой части документа. Это краткое описание является прелюдией, чтобы читающий, программист или художник Сосредоточился на тех частях, о которых пойдет речь. После этого обязательно идет картинка того, о чем пойдет речь. Даже если вы картинку не можете взять из игры своей, Вы можете либо сами нарисовать, чтобы передать смысл того, что вы будете объяснять. Это будет душевно и приятно команде. Либо взять какой-то пример из другой игры. После картинки идет просто по пунктам описание всех деталей этого объекта. Эта структура позволяет документ постоянно обновлять и дополнять, Просто добавляя в конец документа все новые-новые пункты, все новые-новые детали. Отсортировав все эти детали, все эти пункты, нюансы ровно в последовательности, В которые вы бы хотели, чтобы они появлялись в игре, Вы даете возможность команде сосредоточиться на важном И увидеть в игре более важные моменты. Все это можно разбить на более мелкие составляющие деталей И проработать каждую эту деталь. Давайте рассмотрим примеры и фрагменты документов, которые могут встречаться. Например, на экране вы видите очень сложную схему расположения всех HUD-элементов на экране. Их огромное количество. Мы сейчас рассматриваем пункт документа, который обозначается HUD-игры. То есть Head-Up Display игры. Это вся информация, которая хранится об игре на экране. Да, это сложная игра и информации на экране очень много. В заголовке должно звучать краткое описание, о чем пойдет речь. То есть мы буквально пишем. В документе пойдет речь о всех элементах HUD-а. Дальше идет картинка вот этого фрагмента экрана со всеми элементами HUD-а. И после этой картинки по пунктам каждый объект этого экрана, каждый элемент этого HUD-а. После того, как выписаны все элементы, мы указываем для каждого из них детализацию поведения. Для каждого элемента может быть указана его максимальная длина. Если это, допустим, счетчик монет, и мы не хотим, чтобы там были триллионы монет, мы указываем, что вместимость этого счетчика 6 символов, например. И прорабатываем момент, что если игрок выйдет за пределы этих 6 символов. Мы прорабатываем кнопки, возможные на экране. И для них нужно указать, что у этой кнопки есть нажатое состояние. Возможно, они в какой-то момент игры присутствуют, а в какой-то отсутствуют. Все эти детали должны быть отражены по пунктикам в этом документе. И вот, несмотря на то, что на этом экране было огромное количество объектов, но если сосредоточиться и детально описать каждый из них, выписать его поведение, мы получим уже довольно профессиональный фрагмент документа, который позволит легко программистам и художникам сделать то, что требуется в игре. Второй пример документа — это описание главного героя. Точно так же в заголовке «Главный герой» краткое введение, что мы будем описывать главного героя и его поведение. Обязательно его картинка, чтобы художник или программист сразу же заекорил у себя в голове, что вот этот объект в игре является главным героем. И дальше идет подробное описание его поведения. В данном случае нам нужно описать все его анимации и в какой момент они возникают. При формировании документа мы преследуем две цели. Первое — нужно создать такую структуру, которая полностью опишет все объекты игры. Мы пытаемся в процессе дизайна и в процессе документации оптимизировать и уменьшить количество объектов. Мы пытаемся максимально учесть все нюансы, все варианты поведения в игре, чтобы это потом не додумывал за нас программист. Невозможно, естественно, указать сходу все-все-все детали. Это нормально, когда документ дополняется или какие-то его фрагменты меняются. Важно, чтобы вы продолжали вести эту работу. Вы должны показывать этот документ программисту, общаться с ним и дополнять этот документ, чтобы в нем отражалось все-все-все самое актуальное. Вторая цель, к которой вы должны стремиться при составлении документа, — это чтобы он был удобный. Вся информация, которая в нем подается, должна подаваться ровно в той последовательности, в которой предпочтительно создавать игру. Итак, когда вы делаете дизайн-документ и сортируете в нем все объекты в той последовательности, в которой они должны быть сделаны, это позволяет отсечь лишние объекты, которые, например, можно было бы не делать. Вы можете себе спокойно нафантазировать хоть 10 героев, а в игре останется только 3. Ваш дизайн-документ может быть сделан по вашему усмотрению. Я только могу дать несколько советов, к чему нужно стремиться при его составлении. Первый совет называется дизайн-дизайна. Очень хорошо продумать в каком-то смысле дизайн вашего, дизайн-документа, чтобы он был удобным и однородным. Чтобы читатель сразу перенял структуру и знал, что все заголовки документа выполнены крупным шрифтом синего цвета. И, допустим, все изображения в документе выполнены карандашом или, например, взятый из одной игры, чтобы документ выглядел внушительно и стильно. Второй важный совет. Обязательно не забывать постоянно обновлять и дополнять этот документ новой возникающей информацией сразу же. Как только вы поговорили с программистом и художником и о чем-то договорились, что в игре будет все на самом деле по-другому, обязательно в эту же минуту вы должны открыть документ и внести эти изменения, о которых вы договорились, чтобы потом не вспоминать спустя месяц, до чего именно вы договорились. Третий совет. Используйте в документе как можно больше картинок. Каждый пункт, каждый объект должны сопровождаться изображением. Пусть это будет не фрагмент игры и, может быть, не сильно похожий по смыслу, но наличие картинок всегда делает документ более комфортным для чтения и не таким скучным. Те, кто читает документ, тогда не смогут пропустить каких-то важных деталей. Еще совет. Каждый объект и начало каждого модуля начинайте с отдельной страницы. Это позволит, когда вы распечатаете документ на бумаге, просто разделить весь документ на отдельные страницы и каждую страницу раздать каждому отдельному программисту или художнику, не заботясь о том, что на этой странице будет еще какая-то ненужная ему информация. И последнее. Вы должны стремиться к максимальной краткости. Это целое искусство. Изложить информацию так, чтобы она была настолько краткой, чтобы передавать суть быстро. Тогда ваши документы будут действительно прочитаны и услышаны командой. Напоследок этой лекции я бы хотел поговорить о всех терминах, которые мы часто используем в индустрии, но очень многие, даже проработав здесь года два или три, не всегда понимают суть каждого термина. Давайте по порядочку. Первый термин слова «геймплей». Мы очень часто подразумеваем под этим словом что-то похожее на описание игры. Исторически слово «геймплей» появилось в нашей индустрии с описания игрового процесса. Под пунктом «геймплей» всегда описывали происходящее на экране с точки зрения игрока и что он должен делать. Это такое краткое описание для инвестора и даже иногда для игрока. Когда появился термин «геймплей», в противовес ему появился еще один термин «тойплей». И появилось разделение, что «геймплей» — это игра с какой-то определенной целью, а «тойплей» — это игра без цели. Допустим, вы просто играете мячиком без никакой цели. Это называется «тойплей». А если вы играете мячиком в баскетбол и описываются правила игры в баскетбол, то это называется «геймплей». Еще есть термин «how to play». Этот термин используется для описания игры на коробках. Когда игрок покупает коробочную игру, приставочная игра или это пошаговая стратегия коробочная, на обратной стороне всегда был раздел «how to play». Этот раздел описывает не столько все правила игры, сколько стартовые, что нужно делать, чтобы начать играть. Для компьютерных игр это обозначало, что нужно нажимать со старта, чтобы начать играть. Есть понятие «game rules» — правила игры. Очень часто это понятие путают с механикой игры и даже с термином «геймплей». Нужно понимать, что «game rules» — правила игры — это набор правил, по которым происходит игра. Правила нужны для того, чтобы править процесс. И очень часто эти правила включают в себя весь набор ограничений и всяких специфических ситуаций, которые нужно подправлять. Таким образом, допустим, в футболе постепенно появились правила вне игры, появились четкие регламентированные правила, когда пробивается штрафной, а когда пробивается угловой. Самый интересный термин и многозначный — это «игровая механика». О нем мы поговорим более поздние лекции, более детально рассмотрим. Сейчас все, что вы должны знать, что термин «игровая механика» не включает в себя ни правила игры, ни описание игры. Если забегать вперед, то мы будем подразумевать под этим термином поведение внимания игрока, весь алгоритм его движения. Идем дальше. Как я уже озвучил, есть аббревиатура HUD — Head-Up Display. Это вся информация, которая выводится на экран о состоянии игры и о всех параметрах игрока, которые нужны для того, чтобы знать, что происходит в игре. Следующий термин аббревиатура — UI — User Interface. Это тот интерфейс, который отображается, включая элементы HUD, но в том числе и разные небольшие сообщения всплывающие. Кроме UI — User Interface, есть UX — User Experience. Этот термин означает то, насколько интерфейс и управление в игре удобны. Есть аббревиатура AI — очень часто говорят, что это по-русски звучит искусственный интеллект, по-английски Artificial Intelligence. VR — всем известный термин, который обозначает виртуальную реальность. Virtual Reality — и последний, менее знакомый, аббревиатура AR, который очень часто путают с виртуальной реальностью, но она обозначает дополненная реальность, то есть Augmented Reality. На этом все. Лекция о дизайн-документе закончена. А мы увидимся с вами в следующих лекциях.